Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Добрый день, дорогие слушатели. Мы снова в эфире с Вадимом Родионовым. И у нас сегодня вовсе вся передача будет посвящена человеческим взаимоотношениям, человеческим эмоциям, дефициты эмоций, деформации эмоций и тому, как это сказывается на наших отношениях друг с другом, на детях, на отношениях детей с родителями в дальнейшем, с людьми в окружающей их жизни и так далее. Но если посмотреть на эмоцию как составную часть человеческой жизни, то ведь мы нередко можем наблюдать либо гипертрофированные эмоции, когда, например, человек очень громко смеется или как-то выражает свои чувства очень эмоционально. И наоборот, какие-то очень, можно даже сказать, атрофированные ощущения, что человек вообще не выражает, он чувствует себя как робот, то есть он не проявляет эмоций, не умеет. То есть эмоция, и опять же, мы нередко возвращаемся к теме нормы. Норма в этом смысле, она есть? Или это все очень индивидуально и по-разному? Мне, как всегда, проще сформулировать не наличие никакого нормы эмоций, а какова эмоциональная патология. Но опять здесь мы выходим на знакомые вещи. Есть депрессия, состояние подавленного эмоционального фона, и там есть тревожная депрессия с тревогой, возбуждением, страхом и так далее. А есть апатическая депрессия, когда человек вообще не выражает никаких эмоций, лежит и смотрит в стенку или в потолок. Точно так же, как противоречие депрессии, есть маниакальное состояние, как это раньше называли, где человек невероятно приподнят, энергично, мы там говорили, фонтанирует чувствами, мыслями, поступками. Это биполярное расстройство сейчас в основном так называют. Биполярное расстройство, когда есть на одном пульсе депрессия, на другом маниакальное расстройство. Но сегодня я хотел бы поговорить, начать с того, есть какое интересное состояние, оно как раз мало, это слово известно в народе, называется алекситимия. Это в буквальном переводе с греческого без слов, нет слов для чувств. Что это за состояние? Это состояние, при котором у людей очень снижена или отсутствует способность распознавать собственные эмоции, а также и чужие эмоции. То есть человек не понимает, он не считывает, если, допустим, другому человеку плохо, или как это происходит? Он действительно эмоционально туп к чужим ощущениям, но в то же время он и свои эмоции не может назвать. Обычно таким людям, вот я у себя в своей практике хорошо знаю, когда человека просишь назвать эмоции, которые он испытывает, он теряется. Он даже не может название привести для своих эмоций. И это не люди, у которых эмоции отсутствуют, это не эмоциональные люди. Эмоции они испытывают, но они не способны их распознавать. Ни свои, ни чужие. Кроме того, они часто путают, скажем, эмоции с физическими ощущениями. То есть, когда человек начинает говорить о своих чувствах, он незаметно для себя переходит на описание физических ощущений. Что это состояние даёт, откуда вообще берётся? Алекситимию делят на две части. Есть первичная и есть вторичная. Первичная называют алекситимией, которая возникает в результате каких-то врождённых, повреждений центральной нервной системы, травм. То есть, это органическая патология. Да. Да. Иногда это может быть связано с шизофренией, иногда может связано с аутизмом. И вот, конечно, первичная алекситимия, которая есть такие причины, лечению особо не поддаётся. Вторичная алекситимия, возникшая у человека как некая защитная реакция на перенесённый длительный стресс. В детстве, в семье, в каких-то обстоятельствах, где для человека эмоции и свои, и эмоции окружающих людей были настолько болезненны, что появляется защитный заслон. То есть, организм просто их выключает? Да. Человек перестаёт распознавать эти эмоции. Кстати, мимоходом отвлекусь, я упомянул аутизм. Недавно было исследование в американском институте, по-моему, что аутисты, особенно той формы аутизма, при которой интеллект сохранен, в каких-то аспектах, связанных с исследованием, с рациональным мышлением, преобладают над неаутистами. Потому что у них тоже проблемы с эмоциями, и эмоции не влияют на их восприятие реальности. То есть, это разум и сердце. Вот это пресловутое взаимоотношение. Да, вот у них есть один разум. Они воспринимают сухо информацию, рационально, логически с ней разбираются, и, в общем-то, в каких-то аспектах они очень полезны для работы. Возвращаясь к неаутистам, где мы часто встречаемся с алекситимиками? Во-первых, очень часто мы это находим у людей с зависимостями. Алкоголь, наркотики и так далее. Среди людей, которые страдают с зависимостями, оказалось огромное количество алекситимиков. А какая взаимосвязь? Я думаю, точно такая же. Вот это отсутствие взаимопонимания с окружающим миром, с близкими людьми настолько болезненно, что человек от своих эмоций тоже уходит. И уходит в алекситимию, и уходит в свои зависимости. В алкоголь, в наркотики и так далее. Но ведь зависимость – это тоже некая игра и попытка играть с эмоциями. То есть, та же игромания – это попытка ощутить эйфорию. Ну, наркотическое – это другое, может быть, немного. Это скорее уход от болезненных эмоций, в первую очередь. Это не поиск положительных, то уход от болезненных эмоций таким хитрым способом. Кстати, вот где я впервые столкнулся с интересной вещью, когда много-много лет назад я ездил в шведскую клинику, где лечились зависимости, и я обнаружил, что на занятиях с пациентом висит огромная таблица, где перечислены всевозможные названия эмоций. То есть для того, чтобы люди просто учились распознавать и называть свои эмоции. Человек должен был вслушаться в себя и найти своему состоянию подходящее слово на таблице. То есть если человек не способен свои эмоции распознавать, для начала он учится этому. Но это похоже на то, если, допустим, человек различает цвета, но не знает, как каждый цвет называется. То есть он видит желтый, синий, красный, зеленый, но не знает, какой есть какой, хотя он их чувствует. То есть это такая же история? Я думаю, что не совсем. Потому что человек, который способен распознавать цвета, даже если он не знает, как они называются, в общем-то живет достаточно полноценно. Он воспринимает всю палитру красок окружающего мира, весь спектр. Он не остается лишен каких-то красок. Ну, можно и не может их назвать. Тем не менее, он их чувствует. Увидит других людей, распознает цвета их одежды и все тому подобное. А человек с элькситими, к сожалению, эмоции, поскольку не способен распознать, они для него как за занавесом. Он их не может назвать и полностью ощутить. Но он страдает при этом? Или он тоже не распознает это страдание? Он не может, наверное, сформулировать, что я страдаю, потому что. Но на самом деле это на него, несомненно, действует. Кстати, что еще характерно для элькситимиков, у них большие проблемы с фантазией, с воображением, потому что это сугубо эмоциональные вещи. И они способны находить в себе применение там, где есть какие-то утилитарные, конкретные задачи. Такие логические совсем. И, естественно, человек, лишенный способности распознавать и свои чужие эмоции, вряд ли способен к построению нормальных отношений. Ну, если есть партнер, ты не в состоянии понять, что он чувствует, ты не в состоянии понять, когда он испытывает нервность, или когда пора перестать его злить, или как в какой-то ситуации не задевать его чувства. Вот это тоже наука, которая, к сожалению, элькситимик лишен. Ну, то есть, вы сказали о том, что делится на две части. Первая – это органическая, она практически не поддается лечению. А вторая? Вот вторая поддается лечению? Вторая поддается лечению. Но это преимущественно, в основном, это психотерапия. И это требует достаточно длительных усилий. Потому что человек должен одновременно и учиться вслушиваться в эти эмоции. И параллельно с этим он должен начать понимать, с чего всё это началось, в какой точке его жизни, что происходило, что потому что в эту глухую защиту от всех эмоций. В какой момент он стал, ну, можно назвать, что он надел на себя такой панцирь, через которую трудно пробиться. То есть даже если какой-то ему он ощущает дискомфорт, он не сможет сказать, что это мне причиняет боль, потому что со мной так-то и так-то обращаются. Поскольку этот дискомфорт он ощущает, то, о чём мы говорили выше, он может начать уходить в различные зависимости, чтобы избавиться от дискомфорта. Или он начинает строить отношения, но все они обычно кончаются плохо. Это добавляет ему негативных эмоций. И это бесконечная история, пока человек не начинает задаваться вопросом, что же со мной происходит. И ещё раз я это вижу среди людей, которые приходят к мне на приёмы. В общем-то, среди них есть вполне, ну, вроде бы, социально успешные люди с успешным бизнесом или ещё с чем-то. Но обычно это люди с отсутствием близких, постоянных отношений как с противоположным полом, так и просто с друзьями. Потому что распознать другие чувства они просто не способны и, следовательно, ничего не в состоянии выстроить. Но когда они начинают осознавать вот этот ущерб, что многие даже не осознают, когда в процессе терапии человек начинает понимать, действительно, есть какое-то слепое пятно, что-то упускает, начинает об этом задумываться, тогда начинается наша работа. Товарищи начинают задумываться, почему, что он упускает, искать название для того, что он не в силах назвать, задумываться, откуда это взялось. И тогда что-то происходит. Эта патология свойственна мужчинам больше или женщинам, или нет разницы? Я бы сказал, что нет разницы. Женщина как существо более эмоционально. Тем не менее, женщина тоже вполне себе может расти в обстановке, где испытывать эмоции так больно, что надо как-то защищаться и закрываться. Естественно, вся эта защита срабатывает бессознательно. Это неосознанный выбор. Но что касается эмоций, только негативные эмоции могут привести к этому защитному панцирю или чрезмерное количество позитивных эмоций, например, испытанных в детстве, связанных с чувством эйфории, тоже может такой эффект вызвать? Мне все плохо представляют чрезмерное количество позитивных эмоций. Бывают ситуации, о которых мы поговорим во второй части программы. Синдром Стендаля же есть, который вызывает чувство красоты? Синдром Стендаля – это скорее для писателей. Но есть так называемые нарциссические личности, люди, также наделенные большими проблемами в эмоциональной сфере. И скажем, к их появлению на свет тоже иногда приводит не травмирующая, а чрезмерная обстановка чрезмерного восхваления в детстве. Когда родители ребенку бесконечно внушают, что он самый-самый, что он гениален, что он потрясающий, его осыпают хвалами по любому поводу, может возникнуть ощущение, что он действительно самый-самый, а потом, выходя в жизнь, ребенок не может вообще никого кроме себя чувствовать и замечать. Это тема отдельной истории. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. В студии работает врач-психиатр Рель Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Также напомню, что в видеочате вы можете нам писать свои комментарии, пожелания и вопросы и в фейсбуке на страничке радиоболтком и также можете зайти на мою страничку, там также оставлять комментарии. Сегодня мы говорим об эмоциях и о проблемах, которые испытывает определенная часть людей с выражением этих эмоций. Я сталкивался с одним человеком, который занят в политической сфере, который с трудом способен выражать свои чувства. То есть, это связано, например, с чувством юмора, кстати, тоже и с какой-то коммуникативной способностью. То есть, он все воспринимает буквально. То есть, нет никаких полутонов, все буквально. Вот это история того же рода? Наверное. То есть, если человек все воспринимает буквально, не понимает нюансов, не чувствует оттенков, очевидно, это человек с эмоциональными проблемами. Но чувство юмора и отсутствие чувства юмора относятся к этой истории? Я думаю, что отсутствие чувства юмора, безусловно, относится. Хотя чувство юмора как-то посвятим отдельную передачу. Но тем не менее, если мы говорим об эмоциях и об эмоциональной составляющей, вот чувство юмора, оно относится к этой эмоциональной сфере? Да, наверняка. Наверняка. Но оно может относиться двояко. С одной стороны, оно может относиться, потому что человек, лишенный чувства юмора, в чем-то тоже эмоционально ущербен, а с другой стороны, человек, наделенный неким чувством юмора, но не способный распознавать эмоции других людей, способен шутить грубо, примитивно, неуместно, не щадя чужих чувств. И не потому что он такой злобный, потому что он просто не понимает, что уместно, что неуместно, не понимает, что испытывает его собеседник в этот момент. То есть чувство такта отсутствует тогда получается? Это тоже, потому что было чувство такта. Тактичность есть чувствительность к чужим эмоциям. Человек с алекситимией, естественно, лишен тактичности. Но эмоция, если рассмотреть это явление, это определение с точки зрения психиатрии, это что? То есть под эмоцией мы подразумеваем реакцию, правильно, на какое-то событие. То есть это процесс химический или процесс психологический, то есть вот как вы это хорошо воспринимаете? И то, и то. Естественно, и в нашем, наш головой мозг колодает центры, отвечающие за эмоции. И, естественно, серотонин и прочие вещества влияют на нашу эмоциональную сферу, безусловно. То есть получается, что принцип отсутствия эмоций, в общем-то, имеет похожую природу, как у депрессии. Депрессия, как известно, это нехватка серотонина и ещё целого ряда различных веществ, но тем не менее с помощью антидепрессантов можно стабилизировать эту химическую составляющую в составе головного мозга и устранить симптоматику, но и психотерапию устраняют уже причин. То есть получается, здесь тоже речь всё-таки может идти о медикаментозном лечении? Если есть депрессия, то да, но алекситимия не обязательно сопровождается депрессией. Мы говорим всё-таки об отсутствии или нехватке каких-то химических веществ. Ещё раз, когда мы говорим о алекситимии, мы говорим не об отсутствии эмоций, мы говорим не о способности их распознавать и выражать. То есть человек что-то ощущает, но что он ощущает, он назвать не в силах. Вот в чём проблема. То есть проблема классификации. Распознание, не классификация. Распознание, ладно, свои, но опять-таки ты не понимаешь, тебе сейчас радость, тревога или что-то ещё, и точно так же ты не понимаешь, что испытывает человек, с которым сейчас разговариваешь, даёт тебе некую изоляцию. И, естественно, это приводит к негативным последствиям. Но вот не будем путать апатию, допустим, отсутствие эмоций как таковых и наличие эмоций, но не способность их назвать. Мы продолжаем эта программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Рель Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Говорим мы сегодня об эмоциях и предлагаем вам также звонить нам в эфир 672-12-93-9 и 672-13-93-9 высказывать, выражайте свои эмоции или, если не можете их выразить, можете рассказать о том, что вы чувствуете. Мы будем рады вашим звонкам, а также сообщения в видеочате на портале MixNews.lv и в Фейсбуке на странице радио. Ну что, продолжим тему, которую мы начали в прошлой части. Есть ещё одно, к чему мы прикоснулись в первой половине передачи. Есть люди, так называемые нарциссические личности. Это официально называется нарциссическое расстройство личности. Что такое это на расстройство? Откуда оно взялось слово «нарцисс?» Всем напоминаю. В греческой мифологии был прекрасный юноша, сосредоточенный на себе, на своей внешности и красоте. И на своём отражении. И нечувствительный к чужим переживаниям. В него была влюблена нимфа-эха, которая была, в свою очередь, проклята и могла только повторять чужие слова. и поскольку он не обращал в неё внимания абсолютно, она умерла от горя, а нарциссы прокляли, и он увидел своё отражение в воде, влюбился в него и не пил, не ел, не отходил оттуда, пока боги его из жалости не превратили в цветок нарцисс. Ну, вот сообщение мы получили по Фейсбуку как раз на эту тему. Приносят ли нарциссы пользу обществу и есть ли плюсы в их характере? Я думаю, это тот тип личности, где трудно отыскать плюсы. Что такое нарцисс? Нарциссчик совершенно неадекватным восприятием мира и себя, потому что он искренне убеждён в том, что именно он и находится в центре мира. Его волнуют только собственные проблемы, его волнует бесконечное произведение впечатления на окружающих, чувства окружающих его интересуют до тех пор, пока они направлены на него, на восхищение им, на преклонение перед ним. И он искренне удивляет, что кто-то может испытывать ещё какие-то чувства, кроме восхищения и преклонения. в его адрес. Но эти нарциссические качества ведь могут оказать пользу этому человеку в том, чтобы добиться успеха, например, на телевидении или в кинематографе или в актёрской профессии, в театре и так далее. То есть, это как вот такая мотивация. Я не думаю, что именно за счёт нарциссических черт человек чего-то добьётся. Чего-то добиться каких-то других черт, но он нарцисс везде, где предполагается работа в коллективе. Человек, искренне убеждённый во всёобщем преклонении перед несобственным совершенствием, вряд ли что-то добьётся. Тем более, что когда он обнаруживает, что он не получает восхищения, естественно, он винит во всём других людей, он очень расстраивается, он теряет способность адекватно коммуницировать с окружающими людьми, и в общем-то он по-своему, но тоже не способен дать эмоциональный ответ или распознать другие чувства, что роднит нарцисс с алекситимиком, он тоже не способен распознать чувства других людей. То есть, алекситимик просто не способен а нарцисс искренне уверен, что это могут только чувства восхищения перед ним. То есть, он воспринимает мир как некую серую массу? Массу как некую, а всё вокруг него, и как только человек не интересен не проявляет восторга и восхищения, он для нарцисса теряет всяческую ценность. Но нарцисс, если, например, у нарцисса родились дети, они всё равно тогда остаются для него вторичными? Конечно, это есть отдельная тема, как раз недавно была хорошая статья в журнале Psychology Today о детях нарциссов. Нарцисс не способен делиться чувствами ни с кем, ни с собственными детьми, ни с своим супругом или супругой, неважно. То есть, ни материнский, ни отцовский инстинкт там не работает? Нет, потому что он в центре собственного внимания. И дети, растущие у нарциссов, это по определению несчастные люди. Есть на звонок? Звонок, да. примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Мне хотелось послушать ваше мнение. Не считаете ли вы, что любители селфи, они тоже в какой-то степени нарциссы? Спасибо. Спасибо. Тогда пол ленты Фейсбука у меня нарцисс. Ну, я думаю, что селфи это часть нынешней культуры. Но, наверное, если человек вся жизнь превращается в бесконечный поток селфи, то мы можем предположить, что какие-то нарциссические черты в нем безусловно есть. Человек сосредоточен только на своей персоне и бесконечном он хочет осчастливить всех вокруг своими селфи, то, наверное, он не задумывается особо о том, что чувствует другие, что им интересно. Я думаю, что здесь о нарциссизме в какой-то степени можно говорить. Если вернуться к теме детей-нарциссов, я недавно наткнулся на статью в одном из журналов, которые называют развлекательными, о детях Филиппа Киркорова. И, в частности, там была фотография, где видны двое детей Филиппа Киркорова, который, как известно, от суррогатной матери, и там счастливый Филипп Киркоров и, в общем-то, дети с выражением лица, которые свидетельствуют, что им не очень нравится. Красная дорожка, куча какого-то людей, камера и так далее. И, вот, в частности, статья была с таким заголовком, что дети Филиппа Киркорова не чувствуют себя счастливыми. Не знаю, правда это или неправда, но, тем не менее, вот ощущение, что дети являются, ну, если не атрибутом, то, по крайней мере, каким-то дополнением к личности, вот, оно у меня возникло, такое субъективное. Вот, звезды шоу-бизнеса, среди них, ведь я понимаю, что достаточно много вот таких людей. Я не склонен судить о семье Филиппа Киркорова, я с ним не знаком. Это как пример, неважно. Киркорова или кто-то другой. Мне кажется, что, если дети становятся эдаким аксессуаром и частью образа, то, наверное, да, это очень грустная ситуация. Если человек, работающий в шоу-бизнесе, сосредоточен на получении себе хвалебных отзывов, фотографий и тому подобных вещей, и если дети становятся чем-то вроде новой машины или брендовой одежды или еще чего-нибудь, то есть дети аксессуары, конечно, их чувства здесь ни для кого не важны. Что чувствует ребенок, хорошо он дает дорожки среди толпы взрослых, что происходит за пределами дорожки, то есть остается ли этот родитель своими детьми и посвящает им свое время, или как только они больше не являются частью имиджа, они куда-нибудь отправляются к няне или еще куда-нибудь. То есть получается, что нарцисс не способен к такому чувству, как любовь, если это чувство относится не к нему, а к другому человеку? Не способен. То есть оно атрофировано у него в принципе? Оно не востребовано абсолютно. Тем более нарциссы, поскольку они настолько сосредоточены на себе, люди, которые рядом с ними живут, а особенно дети, которые мало что понимают в происходящем, совершенно растерянны, потому что реакция нарцисса непредсказуема. Он может вдруг накричать на них, а может вдруг осыпать их ласками. Уж не знаю, почему он может тоже, потому что как-то внешне хорошо выглядит. А может только разрыдаться, потому что дети его обидели и обвинить их в том, что они нечутки, не берегут маму или папу, неважно, и что они неблагодарные, черствые и ужасные. То есть ребенок, растущий с нарциссом, во-первых, не чувствует себя любимым вообще, во-вторых, он попадает в ситуацию, когда он все время должен предугадывать реакции своего родителя и угождать ему. А сделать это очень сложно. Из этих детей вырастают люди, которые сосредоточены не на себе, а на бесконечной заботе об окружающих. То есть получается такой обратный эффект, то есть дети нарциссов, они не думают о себе, когда вырастают. Частично. Они не думают о себе, потому что ну как думают все, когда в доме есть ровно один человек, которому положено всем думать. И эти дети, соответственно, когда становятся взрослыми, живут с чувством вины. Да. Они привыкли угождать своему родителю, привыкли искупать эту бесконечную вину, непонятно откуда взявшуюся. Они привыкли о себе гадать, где я плох, что я опять сделал не так, чем я опять обидел. То есть заниженная самооценка. Это понятно. И в дальнейшем они стараются всем угождать. Знакомым, коллегам. То есть даже это не любовь, это бесконечное угождение, это бесконечное старание понравиться. Это один вариант. Второй вариант, знаете, есть такой принцип, если мы не можем их побить, мы к ним присоединимся. ребёнок начинает вести точно так же, как его родители. Он примеряет на эту маску нарцисс, он начинает себя вести точно так же, как нарциссичный родитель, он начинает бесконечно скандалить и требовать к себе знаков внимания, любви и преклонения, и в общем, он копирует судьбу своего родителя, сам, не осознавая, что же с ним происходит. сообщение из видеочата ещё одно мы получаем из фейсбука. Правда ли, что нарциссизм зарождается в детстве и сам человек не виноват в том, что он такой? Разумеется, не виноват. Это не является осознанным выбором человека, а стану-ка нарциссом, пожалуй, начну всех игнорировать. Так же, как алекситимия. Это всё изначально закладывается на бессознательном уровне, это же понятно. И работать, кстати, с нарциссами в психотерапии очень трудно. Для того, чтобы работать в терапии, нарцисс должен предположить, что он несовершенен. Это для него невозможно. Это для него невозможно сказать, что я не в паре, это со мной всё хорошо. Это окружающие меня не ценят или ко мне плохо относятся, подводят меня на каждом шагу. Поэтому, чтобы нарцисс захотел терапии и удержался на ней, ушёл с неё, это должно произойти нечто необычное. Звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. В отделении нейрологии я спросил у врача, можно ли человек по словам довести до операции в нейрологическом отделении. То есть, сюда же люди попадают по каким-то причинам. Можно человека довести до вашего отделения с помощью слова? Да. Надо ему поднять давление, у него лопается сосуд в мозгу и человек попадает на операционный стол. А вот с точки зрения психиатрии можно ли человека довести словами до нервного какого-то сбора психики до сумасшествия? Спасибо. Но это не совсем относится к нашей теме, но поскольку какой вопрос... Если говорить строго о сумасшествии, довести человек словами до шизофрении, до пиполярного расстройства, и там потом вообще невозможно. А до депрессии? Я думаю, что если человека можно довести до депрессии словами, то вряд ли это одно слово что-то решает. Или человек уже предрасположен к депрессии, или человек попадает в какую-то длительную психотравмирующую ситуацию, где его третируют, где его унижают, где он чувствует себя беспомощным, тогда может начаться депрессия. Это тоже происходит с детьми нарциссов на самом деле. Они живут в длительной бесконечной психотравмирующей ситуации, где их самооценка угнетаются, где им навязывается чувство вины бесконечно, и с ними это и происходит. Что еще бывает с детьми нарциссов? Бывает, что они впадают в ярость отрицания, тогда из них вырастают бунтари, у каждого свой механизм защиты. Когда человек начинает взрывать, когда он подрастет, взрывать все вокруг себя, в переносном, иногда и в буквальном смысле слова, он везде ощущает атаку на себя, и везде готов немедленно давать сдачи, иногда даже давать сдачи до атаки, скажем так, превентивно. То есть, получается, что нарциссы любят войну, потому что вот если взять некоторых полевых командиров, которые от чеченской войны до ближневосточной, да и до украинской, собственно, то мы видим, что там есть личности, которым нравится быть в кадре, вот такими брутальными и так далее. Я думаю, что здесь немножко пересекается нарциссизм и истероидная личность. Нарциссизм и истероидные черты могут объединяться в одном и том же человеке. Но вот подобные командиры вполне могут быть людьми, которые жаждут внимания, признания, они будут позировать в эффектных позах, окруженные подчиненными, с оружием, или, не знаю, где-нибудь в каких-то экзотических странах с отрезанными головами в руках и тому подобные вещи. То есть, кто был никем, тот станет всем. Вот этот принцип для нарцисса, он тоже важен? Нарцисс никогда не позволит себя ощущать себя никем. Он по глубокому убеждению не может быть никем. То есть, изначально он уже с вот этой замышленностью всегда есть нечто огромное. Поэтому дети нарциссов это тоже несчастные люди и хорошо с ним вовремя добираются до психотерапии, потому что они продолжают рожать и воспитывать несчастных людей. Все это длится бесконечной цепочкой. Я бы хотел в заключении нашей передачи нарциссизм, алекситимия диагностические вещи, можно их распознавать, можно их говорить терапевтам. Но вообще давайте отбросим эти все определения и подумаем насколько люди мы все, насколько мы бережно относимся к чужим чувствам. Существуют социальные сети. Есть, допустим, тролли. Это люди, которые целенаправленно, целеустремленно уязвляют чужие чувства. Их цель вычика из себя, оскорбить его, раздразнить и так далее. А есть люди, которые, у них нет цели кого-то унизить, они просто не думают о последствиях их слов. Они не вдумываются, что чувствуют окружающие. То есть, как наше слово отзовется, для них неведомо. И вот мы, неважно, о чем идет речь, в споре о политике, в споре которые глаголом не просто жгут, а обжигают. И совершенно не задумываются, как чувствует себя человек, который получил от них эти слова. Как чувствует человек, когда они ликуют по поводу его горя или поражения людей, которым он сочувствует. Самых разных ситуациях. Поэтому забудем о психиатрии и психотерапии. Я бы хотел, чтобы каждый задавался вопросом. Не только, что я чувствую, а что чувствует мой ребенок, моя жена или муж, человек, с которым я дружу сейчас разговариваю. Вчувствоваться, что по ту сторону. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим программу Диагноз недели. В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Спасибо, что слушали. Берегите себя. Всего доброго. Всего хорошего. Продолжение следует...